здравствуйте дорогие друзья итак вот он перед нами йом кипур день страшный и ужасный как говорят и в тот же день самой великой милости в этот день нам надо ну по крайней мере посмотреть на себя честно истина иногда причиняет боль однако осознание признание истины является первым шагом к исцелению признание болезни позволяет найти лекарство точно также признание истины в той или иной ситуации в которой мы в течение года оказывались помогает все-таки определить где мы сбивались пути где он этот вообще правильный путь ох это чрезвычайно трудно посмотреть в лицо стоящим перед нами проблемами честно признать что мы сделали так что не так но следует помнить чем раньше мы признаем что проблема существовали тем быстрее мы можем и решить и тем больше у нас шансов получить прощение в этот день решается все здоровье благополучие вообще жизнь человека на земле хотя срок нашей жизни отмерен судьбой всевышний может изменить и то продлить или наоборот не дай бог сократить по своему желанию царь соломон мудрейший царь мира писал на пути благотворительности жизни что означает человек может получить добавку годам за щедрость бескорыстие и доброту и все есть у нас еще чуть-чуть вот сколько там осталось времени даем как раз мыслить это сделать помочь кому-то чем-то оказать какое-то содействие в конце концов помочь себе так получилось в этом мире что все считают что если что-то добыли вот или что-то у них получилось вот это оно и есть нам для того чтобы добиться пропитания надо трудиться сеять жать молоть месить печи знаю что нам надо но змей библейский змей находился пищевой труда ведь змей пил ел написано что праг земной а праг везде у него нет проблем с питанием в чем же проклятие критической ситуации человек каждый вольно или невольно обращается к творцу и ждет его поддержки даже вор когда идет красть просит мысленно чтобы пронесло там не поймали кому он обращается к творцу змей после получения проклятия получил все необходимое для жизни еду воду жилье все но он лишился связи с творцом он навсегда лишен возможности обращаться наверх просить что-то творца мироздания в этом суть этого проклятия надо понять это вдуматься мы неправильно понимаем суть благословения и проклятия благословение это приплепленность к небу творцу к вечной жизни нужна вера когда у человека нет уверенности в себе это тоже является недостатком веры или если говорить утвердительно ну как бы сказать означает то что вера это верить в том числе и в себя верить то что я как личность важен в глазах творца верить то что насколько я бы не был далек от всевышнего у меня хватит сил вернуться верить то что какой бы ни было моя нынешняя жизнь у меня достаточно сил изменить свои привычки эту жизнь именно сегодня именно в этот день руша и ем кипура ем кипур особенный день календаря в этот день мы можем удостоиться искупления всех грехов очищения руша шана который был это день суда все человечество проходит перед всевышним сказано под его посохом как овцы перед пастырем ем кипур совсем другой день это день возможности искупления ощущения возможностей последней возможности серьезно изменить приговор суда это особый подарок всевышнего переводе с севрита ем кипур означает день искупления он так называется поскольку сказано в торе ибо в этот день искупляю вас для очищения от всего от грехов ваших перед богом очиститесь вы давайте вдумаемся искупление приходит только при том варианте если условий если человек совершает раскаяние если раскаиваться от решаясь от грехов ошибок и в этот день он говорит что я верю меня ждет искупление потому что я честно смотрю и говорю да вот тут было не так вот так неправильно это я не то это то есть человек должен в этот день в руша на каяться не надо было в руша шана вот вот этот вот новый год надо было признать что бог царя сегодня вот сегодня вот в дьем кипур это день покаяния этого достаточно чтобы искупить грехи перед всевышним если ты их признаешь но в отношении грехов перед людьми кстати это не работает надо попросить в этот день принято просить у всех прощения следует попросить восстановить мир с кем ты там поругался попросить прощение и так далее вот так много хочется сказать в этот день я скажу еще несколько слов кто верит кто не верит не имеет значения сегодня сегодня все получат печать на свой приговор у нас есть какая-то даже если ты еще сомневающийся какой-то или ну пать по тип постепенно идущий в этот день ты должен вот отбросить все эти колебания в этот день ты должен искренне открытым сердцем поверить то что бог он может все он может нам простить подарить потрясающий новый год исправить любую ситуацию спасти нас от любой беды и дать нам то что мы хотим но нам надо правильно провести этот день нам нужно в этот день как бы открыть свое сердце мы всегда замкнуты мы всегда думаем как бы что-то такое у нас гнетет что что у нас не получается или наоборот там какой-то момент радость потом опять пик в этот день другое в этот останься один на один с творцом поговори с ним раскайся в том что ты натворил скажи поплачь о том какой бы могла быть твоя жизнь и мы обязательно удостоимся хорошей печати я просто верю что все кто слушали эти уроки они уже получили хороший печать на приговор по одной простой причине значение тянутся к духовности тянутся богу он не мог этого не заметить брахавы от слаха хорошей печати хорошего емкипура доброго пусть это до день когда не едят это день когда постятся и и так переживают но все равно должен быть хороший день просто послушайте мы с он списывает наши грехи что еще нужно человеку брахавы от слаха верю и надеюсь вот девиз этого дня